Всем доброго времени суток! Мы продолжаем смотреть за Нэн Янг Чемпионшип сезон номер 2 команды E-Home Luminous против коллективов FTD Club C. Сегодня для вас будет работать Лекс, ну и давайте переходить к стадии драфта. Баути Хантер открывает пик на первой карте, ответ от FTD Club C в виде Doombringer и Disruptor по банам. Лайфстиллер Darkseer, Рикки Мару и Beastmaster. Сегодня на Нэн Янге мы Баути Хантера не видели, потому что он был в бане на первой стадии всегда. Ну и в принципе мы дожили до того момента, когда Рикки Мару начали банить на первой стадии, потому что герой стал слишком опасный и силы его на позиции саппорта. Номер 4 оценили максимально на Manila Major. Вам поняли, насколько Рикки может быть силен и в early, и в mid, и даже в late game. Учитывая наличие смоукскрина, да и в late game. Потенциал дэмэдж дилера также у Рикки есть. Потому что, как ни крути, но Рикки Мару часто использовали в пабах, да и в принципе до этого патча на позиции мейн керри, либо же героя основной позиции. То есть Рикки Мару давал по лицу. И добирается в Fastless Void. Пока как таковой стратегии у Ихом Льминоус нет, и Баути Хантера и Войт особо не сочетаются. Но, в целом, Войт сам по себе очень хороший герой, дабы его не забирать на первой стадии. Потому что, очевидно, если бы его не забрали, то на второй стадии он бы оказался в банах. Под Войда всегда можно забрать героев. Например, тот же самый Феникс. Он до сих пор не в бане. Да, Феникса берут как героя позиции Роум, но, тем не менее, он может появиться и как фулл саппорт для команды Ихом Льминоус. У ФТТ Клапсе имеется. Два саппорта. Дизраптор точно саппорт позиции номер пять насчет Дума пока. Есть вопросы. Это может быть как оффлейн. Герой, так и герой. Саппорт Роум. Но, все-таки, саппорт Роум Дум мне нравится намного больше. То есть, это не Дум лесной, это Дум, который купит себе ботинок, танго и будут бегать по карте и просто стараться создавать максимальное количество экшена. Потому что в лес Дум этот уйти не может по причине того, что у соперника имеется Баунти Хантер. И там, конечно, Дум будет в этом лесу очень сильно страдать от БХ. Герокоптер от ФТТ Клапсе на самом деле причины предпосылок к этому герою я не вижу. Потому что герокоптер берется в данном месте, либо если есть какой-то очень жесткий герой, который может останавливать оппонента. То есть, какой-то Леон, например. Шаман. Ну и дабы там уже давать проказ Рокет Баража, Кулдауна и так далее. Тут же Дизраптор. Кенетик Филд Глимс, это, конечно, круто, но этого мало. Но, тем не менее, герокоптер есть. Ну и вторая причина герокоптера, это обычно наличие суммонов у противника, дабы Флэкэнона, можно было бы их убивать. Ну, взяли герокоптер и взяли. Посмотрим, что из этого выйдет. И Хом Люминус, недолго думая, взяли себе в драфт Слардара и Тимберсол. И, как мы понимаем, скорее всего, Тимбер отправится в мид, Слардар пойдет на позицию фарма, Войд пойдет на оффлейн. Как таковой комбинации, опять же, я не прослеживаю. Хроносфера плюс максимум там Тимбер с Чакрамом, но на деле-то особо каких-то ультра-крутых комбинаций до сих пор нет. Поэтому Феникс, возможно, напрашивается и, возможно, Феникса мы увидим. Возможно, увидим Эншета Паришина. Учитывая, что у героев команды Фотоклапси есть регенерация здоровья. Это Дум, это Алхимик. Притом Алхимик — это регенерация слишком сильная. Так что аппарат на позиции саппорта — это вполне неплохой вариант. Аппарат не любит пикать по какой-то непонятной причине. Хотя саппорт очень сильный и сильный на этапе Early Game'а. И мид, и влейт — это саппорт, которого очень хочется быстро убить, учитывая его ультимейт. Обычно там уже ультимейт имеет улучшение с помощью Аганим Скипетра. Ну и думают над баном ФТД Клапси для Ихом Люминоус. Опять же, аппарат — это лучший вариант, дабы его убрать. И делается совершенно правильный выбор. В бане аппарат. Запрет. От команды Ихом Люминоус. Для ФТД Клапси нужен герой на позицию оффлейн. Честно говоря, даже придумать какого-то героя быстро не могу. Ну вот, предположили, что, возможно, это Тайт Хантер. Да, неплохой герой, который бы помогал. Очень сильно в файте. Так, то флейнеров подзабанили знатно. Нет Дараксира, который тут был бы отличен. Нет Бисмастера, который также был бы неплох. Посмотрим, кого придумают в ФТД Клапси. Благо, у них есть на это целая минута и 16 секунд. Фризи, полминуты подумать о саппорте. Нет аппарата, он был бы идеален. Возможно, доберут какого-то себе Леона, который также неплох против Алхимика. Против Алхимика вообще хорош. Любой Бирст Дэмэдж и Фингер Оф Дэс будет идеален. Ну и, близко к всему, Леон сам по себе хорош с помощью подкопа, Хиггса. Слардар там еще достан, то есть дизейблов будет очень много. Так что, наверное, Леон, по моему мнению, лучший вариант для команды Хомли Минус. Но они думают иначе, берут себе Рубика. Да, воровать, конечно, есть что, но, честно говоря, не знаю, как линия будет Слардар и Рубик себя чувствовать. И ФТД Клапси, недолго думая, добирают для себя Акса. Такие у нас драфты получаются. Довольно быстро, ребята, распикались. Недолго думая, героев своих команд ФТД Клапси как минимум знало точно. По коэффициентам, давайте я вам скажу, что же за ситуация. Так. На команду ФТД Клапси 1-2, на команду Хомли Минус 3-2. Ставки можно делать почему-то до сих пор. Это для меня новость, но все. Уже когда вы это услышите, скорее всего, их сделать будет нельзя, поэтому вы не успеете. Но шанс был. Во время драфта он точно был. Теперь его нет. В общем, одним словом, команда ФТД Клапси является фаворитом. Не Хомли Минус является аутсайдером. По драфту, на самом деле, так оно и выглядит. У ФТД Клапси драфт мне нравится намного больше. В отличие от ЕХомли Минус, где... Каша-малаша, скажем так. Потому что неразбериха в виде вайда, под которого особо героев-то не набрали. Не считая одного Тимбера, с его чакрам больше, я героев не вижу, которые будут бить хроносферу. Слардар навряд ли. Баути Хантер с Юрикен Максимум. Рубен это Фейтболт и все. Ну и на этом-то персонажи и закончились. Это проблема. Акс. Есть сентри Вард. И как раз-таки кликает команда ЕХомли Минус, что там стоит опс Вард от Акса. Надо его сбить. Подходит Рубик и, как видите, Вард находит. Отличная работа. Ставит Вард временем Баути Хантер. Тут его найти будут намного труднее, учитывая, что Баути Хантер, как можете заметить, команда ФТД Клапси не видит. Ну и внизу руна для команды ФТД Клапси. Алхимик уже сюда подходит и явно войду здесь лучше не лезть. А то можно нарваться и на неприятности в виде Глимса, например. Так что Таймволк не факт, что ты сможешь нажать. Да, руна для Алхимика. Приятный плюс. Моментально покупается ботинок. По итогу Итем Билл становится весьма агрессивной. Это топорик, это щиток, это фласка, это ботинок. И да, будет стоять, конечно, Алхимик против Тимбера. И будет это очень неприятно, учитывая еще наличие Баути Хантера, который будет постоянно подходить. Выдавать удар с Орбов Веном, с Шэдоу Волка. То есть там много дэмэджа будет заходить. Но Алхимик с ботинком и убить его будет не так просто. Он будет просто от себя уходить. И если по фарму будет идти так, что Алхимик и Тимбер фармят одинаково, то, конечно, для Алхимика это плюс. Учитывая наличие пассивной способности. Верхняя линия, тут уже выход на Акса. Возможно, это Феррисблат. Пошел краш, имеется также Телекинес. И до конца воюет Акс, это похвально. Но Телекинес, еще пару ударов, Контер Хеликс не провокает, нажимает Акс Феррифайр. Ну, слушайте, еще бы там два взмаха от Акса, и, возможно, можно было бы разменяться. Это был близок Акс, но, к сожалению, только левел один. Соответственно, агры у него не было и ФБ для команды Ехом Люминоус. Начало неплохое. На легкой линии начинает уже активно гонять Вайда. Бывает их буквально на 250 хп, и таймволк ему сделать крайне трудно, потому что там уже был в погоне герокоптер. Но герокоптер без ботинка, мовспид у него был недостаточно для того, чтобы догнать своего оппонента и убить. На центре Алхимик, 4 крыпа, а у Тимбера 5, то есть пока что Алхимик стоит на линии и не страдает. Привычный закуп уже у Тимбера на центре. Это покупка топорика щитка, дабы хоть как-то ласхитить, учитывая то, что у Тимбера демеджа физического много никогда не бывает. Наглый очень играет Акс. Берет себе левел 3. Неплохо, вот вроде пичка есть с орбов веном, замедлили Ликоса, серьезно, но Ликоса отсюда уходит. Ну и Акс с Пурманшилдом, и теперь вот этот вот саппорт Рубик не так сильно и пробивает. Рядом стоит Дум, в теории можно будет подойти и убить второй контр-Хеликс, демедж 120 чистый. Ой, больно, ведь Тимбер, слушайте, Тимбер еще бы там немножко, и можно было... Алхимик мог пойти в теории до конца и убить. Моспид 340, тут 300, он мог убивать. Он мог убивать под спреем, там был минус армор, шуткий. Рекси фармор только первый, но не захотел. На топе выход на бедного Акса, подходит Рубик, начинает пробивать Акса, но это не серьезно, Рубик. Не демедж дилер по Аксу с Пурманшилдом. По итогу Баунти Хантер смещается на топ. По мне так это ошибка, он здесь бесполезен, Акс остается на фарме, Акс получает экспу, в то время как на центре, как видите, Алхимик начинает потихоньку разгоняться. Да, Кривстат равны, но мы про это уже говорили. Алхимик будет по Натворцу, даже сейчас глянем, он будет вести. Он будет Тимбера перегонять, как ни крути. На легкой линии, проблема вайда. Рокет бараш, неужели без помощи Дизраптора? Нет, был там Глимс, собственно, Таймволка, видимо, по этой причине не оказалась для спасения. Себя. Дум, левел 2. Есть Инфернал Блейд, есть Девавер и есть Стан от Кентавра. Проседает Ксяо. Надо Ксяо Гонгшу отсюда лучше отойти. Акс дает Агр, только по Дамас Вардара, по Крепам это мало. И больно Аксу, Акс получает Стан, подходит сюда Дум. Дум, Телекинез, здесь от Рубика шикарный. Дум, возможно, так же подставится. Дум Стан боюсь до конца, нажимаю от земли, но это минус Акс. И Хомли Миноус наказывают излишнюю агрессию оффлайнера команды ФТД Клаб Си. 2-1. Дайра ведут. Как мы видим, Гирокоптер на легкой линии проседает еще по Креп Стату. Всего лишь 14 Крепов в то время, как у Слордара 21. Честно говоря, непонятно с чем это связано, учитывая, что тут у Гирокоптера не такая уж и трудная линия. Фарми не хочу, называется, но проблемы все же возникают. Руна регенерация. Ну, для Тимбера две полезные руны самые. Это, наверное, руна Волшебства ТОП-1 и руна регенерации ТОП-2. Учитывая, что мана нужна всегда. Мана тратить хочется по кулдауну своих способностей. До сих пор играет Тимбер без Тимберчейна. Тимберчейна в рельной дес приоритете. Как видите, дабы дэмэдж вносить именно по Алхимику, по Крепам. Ну, на центре это стандартный тамбилд, что Тимберчейн не максится. И, возможно, сейчас выйдут в Алхимик. Слушайте, Алхимик это в опасности. В Алхимика 250 хп, и Тимбер уже готов. И Тимбер, чакрам нет, но замедление на Алхимик очень сильное. Алхимик везет тебе фласку, пытается убежать. Закупил себе рецепт на Армлетт, понимая, что, скорее всего, это конец его жизни. Удара Паунти Хантера скоро будет. Мог спит у него больше. Соответственно, Госту будет уйти крайне трудно. Либо же уйдет. Все, видно Паунти Хантера. И Гост живет на буквально 100 хп. Нажимает Хлэн Селф и выживает. Внизу проблема есть у Вайда. Воид. Таймволк не нажимает. Глимсует его назад. Отличный Глимс. И Воид будет погибать. Таймволка больше нет. Ставки сделаны. И минус на Вайде. 2-2. Активно Дота у нас выходит. За 5 минут мы увидели 4 фрага. Да, и могло быть намного больше. Если бы не... Отличная игра от Госта, который просто смог убежать и вовремя привез себе Фласку. Акс. Левел 5. После Порменшилда только имеются стики. Больше ничего нового. Но в целом этот Акс хоть и нафидил, но по крипстату очень хуну хорош. Саппорты, как видите, сместились по линиям кто куда. Баунтихан Трут на базу побежал. Рубик смещается на центр. Ну, не знаю. На самом деле, кстати, вот смещение оставляет с Лордара без фарма. А ему все-таки нафармить хочется себе Армлет как можно быстрее. Ну, как это любят делать корейцы. То есть 14 минута это Армлет в Лингдайгер. Тут вот фарм у Слордара безусловно приостановится. Потому что будет выходить Дум. Там Фараблэйд, там Шоквейв, там вторая земля. Акс с Агром скоро появится ультимейт. Так как этого Слордара можно будет наказывать по максимуму. Так же делается тут еще и стаки. Но вот есть неприятность. Это Тимбер, струны, волшебства. Нет Тимберчейна, зато есть Чакрам. Зато из третьей Рейлендеса можно выйти и в центр. Можно выйти и на топа Алхимика. Ультимейт нажимается. Сейчас самое главное его переждать и после этого войти. Ну, под ультимейтом Алхимик. Сомневаюсь, что дамажа хватит, ребят. Очень сомневаюсь. Чакрам, Сюрикен. Нет, слушайте, хватило. Хватило, я тут на самом деле был неправ. Даже без использования руны волшебства. Спокойно Тимбер пришел под Сюрикеном. Второй мой убивает бедного Химика. Химика, думаю, сам не ожидал, что дамажа и правда может хватить. Гирокоптер. Да, были проблемы с Кривстатом, но теперь все отлично. 36 на 11. Фейсбут с Аквилой, Рейндроп и левел 7. На центре снова проблема у Химика. Химик подрубает ультимейт и Тимбер тут уже пробить Гаста не сможет. Гост уже, по сути, фуловый. Да, постоянно пытается наседать на Химика, не давать ему фармить. И вроде как неплохо получается. Но когда он тебе не идет с фармом, когда тебя гнобят, есть план пойти вот сюда вот. И через спрей фармить здесь, здесь, здесь по максимуму много. Учитывая, что маленькие крепочки, их там много. И для твоей пассивной способности это просто вкуснятие. Возможно, ждет появление Армлета Химик. Вот с ним и пойдет. Но я думаю, что и без него вполне можно. Вот он спрей и потихонечку подфармливает. Да, спрей-то третий. Это неплохо. Войд снова погибает внизу с помощью кулдауна, глимса. Ну и Рокет Баража. Не без этого. Видит Баланти Хантер, как фармит тут Алхимику. Алхимик ультима через секунду появится. И подборовывают Тимбер вместе с Баланти Хантером. Три крипа. Неприятно. Когда маленькие крипочки падают, для Химик это всегда слезы на глазах. Но пока Химик шибко не видит, то жаловаться грех на что-либо. Так, у нас там погоня со Слордаром. Слордар может встретить на развороте и убить, если что, и Дума. Но Дум все прекрасно понимал и просто развернулся. Надо поставить какие-то сентри в вот этой Клапси. То есть сюда вот икнуть, сюда вот икнуть, потому что этот Баланти Хантер он жить не даст. Да, он подворует опыт, но в любой момент он может дать инфу, типа давайте мы сюда придем и убьем. Там у нас там внизу снова Вайда убивает. Но это уже стандартно. Я уже не перемещаюсь сюда, потому что это стандартный момент. На топе проблемы возможны и у Акса. А может быть и не у Акса, возможно и у Рубика. Рубик подходит. Телекернесс на Акса. Акс, Ботли, Агар. Нет, есть краш и Чакрам Акс минус. Проблема возможна и у Дума. Дум получает башек с первого удара. Башек шанс уже 10%. Надо в Дум бежать. 140 кп остается выморсовывать. Фейтбол, Чакрам, Дум также минус. И Келлин Спри уже от Фризи. Фризи 3, 0, 0. Арканы, Боттл и 1600 золота. Купить Слоринг, выходить Бладстаун. Тут выдумать какой-то билд невероятный не нужно. Вот он, Алхимик, Армлет, Слоринг. Левел 8 готов. Все нормально. Давайте посмотрим на Нетворс. Это самое интересное. Ну вот он, Тимбер, да. Тимбер перегоняет Химик. Это уже не есть хорошо. Вы сами прекрасно понимаете, что Химик должен быть топ-1 по Нетворсу всегда. Притом контролит Тимбер здесь еще не только спаун нейтралов, но и стаки на Эншентах. И гнобит Алхимика по максимальному. Как же неприятно. Алхимик говорит, ну давай повоюем без проблем на развороте. Сейчас Тимбер заблочит здесь спаун. Не да, сделать стак, разумеется. Как же. Без этого. Ну ничего страшного. Там, кстати, есть саппорты рядом. Там и Дум, там и Геррокоптер. Не только саппорты, но еще и Коргероя. Если сейчас как-то полезет сюда Тимбер, его за это накажут. Дабл дамаж руна. Самая бесполезная руна для Тимбера, кстати говоря. Ну и находит Рубика. Сетка, телекинез. Не должен спасать. Да, ворует Рубик Рокебараш, но его это не спасает. И моментально ФТД Клапси будут смещаться на туплению. Игра будет 4 плюс 1. Стандартная, уже привычная для не только этого патча, но и патчи 3-4 предыдущих, где ты фармишь, стараешься, потеешь, в то время как твои тиммейты. Бывает иногда это Мидер плюс 3, бывает это Кэрри плюс 3, бывает это и Оффлейнер плюс 4, то есть тот же самый Адмирабль Дог, не исключение, когда на него играют. Просто дают ему спейс, пока там пытаются тиммейтам максимально давать спейс воевать. Может даже и проигрывать файты, но ты Оффлейн не фармишь. Подцепили Дума, Дума тут минус, да, выжить было невероятно трудно. Ну а Герокоптер побегал по лесам, возможно в поисках стаков, стаков не нашел и отсюда поспешно будут уходить. Или нет? Слушайте, Рубика можно убить с прокаста, Клуба, Рокид Бараш, легко. Легко. Насчет Сибиро сомневаюсь, будут труднее, 1200 хп-стики, поинт-бустер. Такого парня пробить будет невероятно трудно. Но Химик потихоньку опять же фармит эншентов. Деньги идут, находят Герокоптера, либо Герокоптера находит Рубика. Рубик минус, от кулдауна должен погибать, да, минус. Брэггет Войт, тайм делейшн, хрансфера ставится на Герокоптера, но толка от этого, разумеется, особо не. Чакрам, этого демэджа не хватает. Бешенец у треки, но отходит Герокоптер. Треки просто соло-фраг на Рубике, размен на хрансферу. Сыграно для команды уже и Алхимик топ-1, и Герокоптер топ-2. И для команды и Хомлюминус не все это круто. Дасты, Баунти Хандра не просветили, хотя было близко. И БХ отсюда уходит. Сардар тем временем убивает Акса в соло. Но мы видим, что Сардар там играл с огнем, и Акс ультимейт дать не успел, либо же не сумел, потому что какие-то баши прокрыли, либо что-то в этом роде. Ну, бывает. Не Хомлюминус, смещается в Смоках, попытаются выйти, возможно, на центр, там имеется хороший герой, это Дизраптор легко для убийства. Ну, мы с аналитиками иногда обсуждали, что вот Смоук, и вроде реализация есть, но обычно аналитики после этого убийства говорят, что скорее это Смоук для команды FD Club Steve+. Почему? Потому что Дизраптор все-таки это саппорт, это не та цель. Вот найти бы какого-то Акса либо Алхимика было бы намного круче. Слушайте, Акса ведь найдут. Акс пока попытка сделать стаки, а тут Агар надо давать, ну и Акс очень быстро погибнет. Нажимать стики, но это его не спасает. Приходит Дум, но от него также здесь проку будет ноль. Хотя, возможно, будет попытка навязать файт, уже здесь Герокоптер, и если вдруг пойдут Ихомлюминус дальше, то их накажут. Ибо Вижну Ихомлюминус особо и нет. Оп, пытаются убить Иллюзию Алхимика, понимать, что, видимо, это и правда Иллюзия. Да, Иллюзия погибает. Экономика. На данной минуте 4 тысячи за команды FD Club C и около двух по опыту за команды FD Club C. Немного, учитывая, что против тебя играет Химик, я думаю, что эти цифры удовлетворяют команду Ихомлюминус полностью. Учитывая, что у вас есть Баунти Хантер, то всегда можно наверстать упущенное одним хорошим тимфайтом. В смоках FD Club C выходит на центр. Есть Баунти Хантер, опять же, цель не лучшего, но сойдет. До стейп, просветили Баунти Хантера, глимсует его назад и Баунти Хантера наказывают. Моментально два телепорта пошло. Дум имеется. Имеется также и хроносфера. Вот, любой момент прыгнет, но опять же, без БХ. Возможно, элементарно не хватит дэмэджа. Рубик подворовывает землю. Приятно. Так просто его теперь не убить. Выходит, Тимбер прыгает. Неплохая хроносфера. Отвойда по трои. Можно быстро убить Дума. Дум, нажимать стики. Пошел статик шторм антизраптора. Довольно неплохую. Дум закидывается по Рубику. Уже убили Вайда. Все время Дум еще живой. Наконец-таки добили его с помощью Чакрам. Не совсем понятный выбор Дума именно на Рубика, а не на Тимбер. И Тимбер, возможно, за счет этого и будет жить. Голуба получает Тимбер. Улетает на Тимберчейне. Остается буквально 150 хп. Пошли, досты просветили Баунти Хантера. Побежал дальше Геррокоптер. Чакрам по Геррокоптеру. Рокет Бараш по Тимберу. Тимбер погибает. Размена Геррокоптера сойдет. И Акс в этом файте ни одного ультимейта выдать не сумел. Хотя, вот он шанс для Акса. Надо дать Агр по двоим. Есть Агр только по Слардару. Этого мало. Заваривают колбу Алхимик. Закинуть бы еще сюда спрей, дабы демеджа больше. Но все закидывается не совсем удачно. По итогу Слардар уходит. Я заметил, что у Акса, кстати, по итогу игры это уже счет 0-5-1. И Акс подфидонил за всю игру так знатненько. Прямо. Но все могло быть лучше. Если был бы дум закинуть не на Рубика, которого, ну, вообще думать не надо. Это Рубик всего лишь. То все могло быть намного лучше. Потому что, ну, закинули бы на Тимбер, а Тимбер бы-то не убил Геррокоптера, а Тимбер бы не убил и других героев. Но, в целом, Алхимик после файта выжил. Он доволен. Он покупает тебе Радиенс. 15 минут Радиенс, Армлет, Слоринг, Ботинок. Это отличные тайминги. К ним претензий быть не может. Вообще никаких. У Тимбера также по таймингу все великолепно. Это Бладстоун, Боттл, Мэджик Вент на 15-й. Также претензий 0. Телекен С. Подцепили Акса. Подходит Дум. Нажимается барабанок. Геррокоптер кулдаун пока не закидывает. Да, он и не нужен, как видите. Блирубик, а вот он и кулдаун. Хороший кулдаун заходит. Тимбер отсюда все-таки уходит. Есть стан по Геррокоптеру. Также бьет башню. Геррокоптер минус. Подходит сюда еще и Войт. Войт доглимсанули назад. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ставит статик Шторм. Прыгает Войт. Стан есть на Дизраптера. Чехрам Дизраптер минус. Неплохая колба от Алхимика. Но Слордар... Да, смогли убить Слордара. Тимбер улетает ведь. Тимбер убить намного труднее. Тимбер еще на разворот сейчас пойдет сам. У Тимбера хватает стаков на Рект Фармер. В случае чего можно было ворваться. Но Тимбер решил, что не стоит. По итогу убили Геррокоптера снова. Геррокоптер после этих всех файтов выходит в минус. Две смерти там за две минуты. Это не есть окей. Единственное окей, что Алхимик. Алхимик уже с Травелами ведь. Да. Это уже Травела. Крепочки приятные. Вот они. Скелетики. Которые сейчас там дадут суммарно. 40 золота вместо 10. Все это плюс. Все это огромный плюс для мидера команды ФТТ Клапси. Насчет этом билда, я думаю, тут не будут выдумывать как-то Алхимик. И будут покупать Манта, Актарин. И будут чувствовать себя комфортно. Мне этот тембилд в данной игре нравится. Именно будет такой очень жирный персонаж, который будет очень много дэмэджа съедать. И под Рейденсом палить по тоненьким героям. По типу Балтихантера, по типу Рубика. Что довольно правильно. Разбивают Смоук и Хом. Есть сканад селть. Мы спалили расположение Дума. На самом деле инфейта много не дают. Но Дум здесь один. Дум далековат, скажем так. Он не один, но он далековат от тиммейтов. Если Думы сейчас найдут, то его быстро могут принять. Но у Дума есть вард. И он увидит соперника раньше, чем соперник его. Это важно. Все, видят. Войда. И Дум. Есть! Дум отлично по войду. Воруется только лишь земля. Прыгает Акс. Статик Шторм ставится. И Дум, скорее всего, погибнет. Да, Дум погибает на Чакрам. Кулнау залетает в никуда. Кулба залетает по Слардару. Пошла ракета также в Рубика. Подходит. Химик. Очень больно. Слардар. Как же горит Слардар. Чакрам. Тимбер Чейн. По алхимику ставится хроносфера. Войт все это время жил. Но Войт получает проказ от Гирокоптера в виде Рокет Баража. Но все равно уже минус 3. Алхимик стоит 1 против троих. Ворует Рубик Спрей. Спрей сейчас сам закинет. Алхимик. Телекинез Алхимик минус. Гирокоптер также минус. Это минус 5 от команды Юхом Леминоус. Просто избиение Радиентов. Да, все оказались очень побитые. Войт. Даже тот же самый Рубик. Он там подхилился просто под землей. Балтихантер, Слардар. Но у Фотоклапси не хватило демеджа. Войт просто переждал действия Дума. Пришел после Дума и дал свой ультимейт. Это стало главной проблемой. Для команды Фотоклапси. Поменяется экономика. Да, конечно, Юхом и Леминоус до сих пор будут проигрывать. Но морально они понимают, что воевать они могут. А они сейчас сильнее. Как-то вот в Фотоклапси файты проводят плохо. Гирокоптер пока до сих пор не понять. Вроде он пикнут. Вроде он фармил. Но в файтах он не так крут против Тимбера. Не хватает магдемеджа. И обязательно в файте Дум должен контролить именно Тимбера. Ни Вайда, ни Слардара, ни Баха, ни Рубика. Только лишь Тимбер. Тимбер без контроля. Это герой, который убивает тех. У Тимбера 19 зарядов в Бладстоуне. Опять же, это вот игра по типу команда OG, по типу Миракла. Ну, потому что Тимбер тут сейчас может катку залить один. Залить в смысле выиграть. А выиграть катку залить, это немножко другое слово. Но, в общем, вы поняли, что я имею в виду. Агар от Акса на Тимбера. Ну, слушайте, а может быть демеджей хватит? Там подходили тиммейты. Отличный вот фасвардара. Стан по троим. Телекенес на Акса. Акс момента минус. Заваривают алхимик. Колбы закидывают Рубика. Очень много демеджа заехало. Рубик минус. Размен получается один в один. У Акса уже счет там 0-7. Рыб от Слардара. Стан по двоим. Подходит. Тимбер еще крам мимо. Никуда он не попадает. Глимсуют назад. Слардара. Слардар стан мимо. Врывается алхимик. С помощью блингдайгера ставится неплохой статик шторм по двоим. Можно убить хотя бы Тимбера. Тимбер суицид делает. И моментально воскресает. Уже может сюда лететь. Ну, неплохо. Стан слардара в никуда. Алхимик готов заваривать колбу. Надо бы ее кинуть. Успеет ли химик? Колба закидывается. Неплохо пошел кулдаун. Кулдаун залетает по двоим. Можно быстренько убить Слардара. Слардар. Убить. Слардар минус. Отлично сыграет команда ФТ-клапси. Войд находит в тайволке. Прыгает дальше химик. Удар раз, удар два. Минусы на войде. Блингдайгер очень сильно решает. Покупка Блингдайгера от Гаста стала MVP данного файта. Потому что, по сути, два фрага, а может быть и три, было сделано только при помощи клинка перемещения. Акс. Врыв. Неплохое на Рубика. Колба заваривается также у Рубика. Рубика можно быстро убить. Есть топор. Минус на Рубике сделан. Баутихандра просветили. Баутихандра также встревает. Баутихандра получит также в лицо топор. Это минус два. И команда ФТ-клапси возвращается в доту. Алхимик готов прыгать. Залетела колба в Тимбера. Тимбер закрывает клинка в киллдон. Он поднимает тебя в Юл. Успеет ли улететь? Вот чем вопрос. Нет, есть Тан от Кентавра. Тимбер также минус. Стоит трипл килл от Акса. Акса в эту игру возвращается в частности один. Тимбер. Минус. Очень круто сыграно. Очень круто сыграно. И получили за этот файт, я думаю, даже больше, чем 1500. Учитывая, что там убили и Слардара, убили и Фейслос Вайда. Много денег. И вот она, экономика. То есть после файта на нижней линии команда Ихом отыграла все. После этого файта, уже где ФТ-клапси убили всех, они вернули деньги назад до 5000 по золоту. Алхимик просто хорош. 2900 после блинка. И этот билд, он радует глаз. С блиндайгером Алхимик стал невероятно силен. Ну что? Будет ли это манта, либо Алхимик пойдет дальше в бойца? В бойца это карта, которая будет ходить и убивать. Игеркоптер, например, Гем. Собственный он сам купил. Рецепт на Блэкенбар. И все. Довольно интересный вариант покупки Блэкенбара. Именно с рецепта. Ни с Угроклаба, ни с Митрилхаймера. Погоня будут за Мунтихантером. Опять же, гем имеется у Герокоптера, поэтому инфа о БХ есть. Но далековато Герокоптера. Он идет один, надо развернуться. Учитывая, что там вся команда. И хроносфера есть. И чакрама есть, и так далее. Это определенно риск. Акс, Вангвард, блинк. И появляется Гем. Герокоптер его отдает. И Манта Стайл от Алхимик. Все, Алхимик дальше выходит. Стандартный тембилд Манта. Ну и дальше. Ринкор. И иллюзиями можно будет все реформить. Да, Манта хорошо, что можно будет фармить. И чужие леса. И все линии отпушивать. Это всегда огромный плюс. Баунтихантер поставил в арт. Опять же, Акс при желании может его быстренько потом сбить. Смоук разбивается. И Баунтихантер дает информацию. Был Смоук. Был Смоук. И Войт может очень круто принять. Моментально дум. Моментально агр. И, конечно же, Войт ничего там пойти не делает. Минус на рубике. Войт здесь также погибает. Это минус 2. Отличная реакция от команды фотоапси. Моментальный дум. Моментальный агр. Все они прочитали. Все знали. И момент проконтролировали. Варда у них не было. Они просто успели среагировать. А Войт Войт среагировать не успел. Отлично сыграно. 19-19. Вообще у нас идет крутая, интересная дота. Вот он и вард сбивается. Дота, которая, так сказать, именно на убийствах заточена. Нет такого, что команда начинает идти фарм. Там даже алхимик, он тут такой боевой. Алхимика 4.26. Из 19 фрагов в 10 он поучаствовал. Что уже для химика достижение. Не то, что там спрей кинул и ушел. Нет. Он был полноценный участник тифайта. И вот было у Фризи 19 рядов, стало уже 8. Неприятно. Потому что у Тимбера все изначально было невероятно круто. Да и сейчас по Нетворсу 11 тысяч. Правда, алхимика уже 2500. Тут проблема. Это небольшая такая проблемочка. На Рошана пришли зайти и Хомли Миноус. Честно говоря, очень рискованно, учитывая, что дэмэджа не так уж и много. Но под Нуберфайм вроде как наваливают понемногу, по чуть-чуть. В ТТ Клапсе должны понять, что там возможен Рошан. Но вот как-то пока особо не понимать это не хотят. А время-то было. Долго думаю, долго-долго думаю. И там Акс парня пока что нет. Нет, нет. Уже не успеет выйти в ТТ Клапсе. Даже если сейчас бы вот захотели бы и пошли. Падает Рошан. А если для команды Ехомли Миноус забирает его себе Слардар. Да, отличный вариант. Учитывая, что Слардар постоянно инициирует первый, обрывается. Краш и Амплифай раздает. И погибнуть первым будет не страшно. Потому что, если что, будет шанс появиться еще раз и проявить себя. В позиции Ехомли Миноус. Выжидают ошибки от противника. Видят Дума. Дум! Успевает уйти от стана. И инициация не вышла. И Дум уже готов сам врываться на развороте. Алхимик заваривает колбу. Алхимик прыгает. Найти никого-либо не получается. Надо отойти. Прыгает Войт. Также не видит никого, кроме самого, собственно, Дума. Ставится Хроносфера. И Хроносфера отвратительная. Да, возможно, убьют Думой. То не факт. Дум! Дум все-таки погибает. Ну и отличный врыв атак. Кстати, Кшторм ставится по двоим. Минус раз. Выбивает Эггис от Слардара. У Ехомли Миноус. Особо-то скиллов и не осталось. Нет Хроносферы. Появляется Слардар. Делает блинкаут. Пытается уйти. Тимбер остается один против всех. Тимбера можно наказать. Вьюл поднимает Герохоптер. Пошел Агар. По Тимберу. Тимбер. Тимберчейн пытается уйти. Алхимик. Заваривает колбу. Надо бы ее кинуть. Колбу! Кинуть! Не получается. И там башики. Минус на Химике. Химик без байбэка. Неплохо сыгранат. Команда Ехомли Миноус. Ну, очень сильно решил Айгис. Айгис очень много решил. Потому что изначально Файт был не в пользу команды Ехомли Миноус. Да, 200 золота они получают после файта. 3-400 опыта. И у соперника только минуса. И по золоту, и по опыту. Акс. Есть. Агр. Пошел коллдаун. Войд очень больно. Войд взрывается на части просто за 2 секунды. Время действия Агра. И это явно не конец. Глимсует назад с Лордара. С Лордар получает удар с Инфернел Блейда. Есть стан. Но он, конечно, его не спасет. Топор от Акса. И у Акса был счет, что он в районе 0-6-2 стал 6-7-4. То есть Акс уже не погибает давненько. По центру заходят ФТД Клапси. На Тир-2 башню. Ну и Ехомли Миноус нечем дефить. Войд в таверне. Хрансфера еще не 20 секунд. Поэтому башня падает. Без дефа. На топе забирает Тимбер тем временем в соло башню. И тут, кстати, его можно наказать. И проблема есть у Тимбер. Тимбер улетает. Поднимает в юл химика. Химик взрывает сам себя. Но и Тимбер надо отсюда бежать. Потому что там уже... Армия. Вот это Клапси смещается на верхнюю линию. Клапси смещается на верхнюю линию. Мы возьмем это. Тролла. Появляется у Акса. Ван Гвард. Форстав. Блин. Гемов Труссайд. Артефактов, конечно, хватает. И Акс из Фидера превратился уже вроде как в неплохого оффлейнера. Который очень полезен для своего коллектива Тимбер. Опасно гуляет. Могут на центре принять и БХ. Учитывая то, что имеется гем у Акса. БХ главное не загулять. Быть как можно аккуратнее. Слордар. Собирает руну инвиза. Как такая польза сомнительная. Если команда ФТТ Клапси будет близко, то она даже может стать причиной плохого начала файта. Потому что ты думаешь, что тебя не видно, а тебя на самом деле видно. Ну и без защиты, без обороны от ФТТ Клапси башня на центре у них падает. И это не конец. Смоках команды Ихом Люминоус. Как понимаю, кто-то и в инвизе будет по типу Слордара. Нет, руну не активирует. И Дума спалили. Врыв. Хроносфера есть неплохая по двоим. Можно быстренько убить Дума. Дума, возможно, не убит. А не факт. А Дума не убивает. И Дум на разворот закидывает Думу уже в Слордар. Слордар моментально минус от Топора Акса. В погоне будут за Вайдом. Войд. Есть таймволк. Глимсует Вайда назад. Вайда надо успеть убить. Две. Одна секунда. Войд. Есть таймволк. Ждет, чтобы прыгнуть именно на хайграунд. Но там топорик. И ракета залетает. Вайда убивает. Ракета, как я понимаю, замакшена. Практически, да. То есть, плюсики. Герокоптер не шел. Минус два от команды ФТД Клапси. И в погоне идут дальше. Но в погоне по трекам идти это бесполезно. Разумеется, Рубик перемещение противника видит и знает. И улетает на базу. Тогда идти на топ башню, да. Башня падает. Опять же, еще одна башня, которая падает без защиты. Нет ультимейта у Дума. Но вот то, что не могут убить Дума, ну не удивительно. Дума Кримсона Гвард. Как ты убьешь его с помощью хроносферы. Дэмэджа не хватает. Врыв на центре. Баунтихантер в опасности. Агр по баунтихантеру. Колба минус БХ. БХ не имеет шанса на Вейкуб. А вот это очень плохо. Я бы сказал, это провал. Потому что заход уже от ФТ Клапси на рампу есть. По немножко чуть-чуть пробивают. Там и иллюзии начинают активно напрягать Тимбиро и Рубика. Ну, алхимику уже, считайте, бесконечный спрей, бесконечная ванта. И ультимейт с кулдаун буквально в 10 секунд. Как только ультимейт появляется, все, алхимика пробить невероятно трудно. Манта и башня понемножку. По чуть-чуть начинает падать. Все, башни нет. В рейв от Тимбира. Тимбир моментально улетает. Опять же, ФТ Клапси ждут. Они пока в позиции. Есть ультимейты, не считая только Дума. Есть вариант уйти. Уйти. Отпушить вот эту вот линию. Подфармить там. Пойти на Тир-2 башню. Опять же, по нижней линии. Там уже постараться игру. И если не завершить, то поставить соперника перед такими условиями, чтобы он написал good game well played. Выжидают ФТ Клапси будто. До конца ждут, пока соперник ошибется. Но не знаю. Мне кажется, можно уйти. Но не хотят. Голые бараки их манят. Ну, их омли минус. Появляется ультимейт. Все, все ультимейты готовы. Дума еще без ультимейта полминуты. Без ультимейта, думаю, будет не так уж и просто. Но не хотят в ФТ Клапси уходить. Вы сами видите. Врыв есть от Химико. Колба закидывается в Тимбира. Борует Рубен. Колбу. Ну, не самый полезен скилл. Скажем так. Спрей и ультимейт был бы намного полезнее. Учитывая ситуацию, которая есть сейчас у их ом. Им нужно дефить базу свою. А барак уже упал на 500 кп. Ну, милишный барак бить и отходить. Вы сами понимаете. Это плевое дело. Поэтому Алхимик разворачивается. Снова ультимейт. И снова вперед. Бить по бараку. Хотя бы иллюзиями. Хотя бы Роджоу Брак. Колба снова. Бетерстиммер. Прыгает Рубен. Телекенес. Колба закидывает за Химико. Там форстаф ответ. Не получается. Есть Глеймс. Глеймса нули. Назад Рубика. Рубика готова назад. Ждет, чтобы прыгать. Она играл. Стрим в стриме был. Хрансфера ставится от команды Юхом. Шикарная. По троим. Пошел кулдаун. Но демеджа нет. Хрансфера это шикарная. А демеджа в эту хрансферу просто элементарно. Ее не хватает. Чакрам. Врелендес. Но демедж. Демедж. Отсутствует. И скиллы Юхом Люминов закончились. Есть Дум до сих пор у Фататаклапси. Под Тенш Брак. Агар на Тимбер. Тимбер получает Дум. Тимбер очень больно. Тимбер чаще получит удар с колбы. Тимбер минус. Топорик. Тимбер делает байбэк. Но Брак падает. Манта. Пошли иллюзии. Игрызть с Лардара. Нет. Уходить не надо. Соперника ничего нет. У вас же есть Алхимику. У которого кулдауна в 10 секунд на ультимейт. И Манта спрей бесконечно. Колбы закидываешь также по кулдауну. Агар. От Акса. Тимбера подвезут под себя. Рухид враж пошел на Тимбера. Тимбер очень больно. Тимбер. Тимбер чейном не попадает. Но повезло что за ним дальше не погнались. Акс. Тилики Нес. Есть что Агар. Колба. Тимбер. Ой-ой-ой. Тимбер в опасности. Ай Тимбер в опасности. Тимбера форстафует подальше. Спасает ненадолго. Яркомптор под ПКБ. Напиливает по Слордару. Слордар выживает на 200 хп. Абузит Армлет живет. Колба залетела. И... Одно хп остается. Живет. Живет Слордар. Иллюзия исчезла. Очень повезло. Что именно в эту секунду она исчезла. Но это минус. Центральная сторона у команды. И Хумли Миноус. Не без труда. Но... Вот это Клапси. Свою задачу выполнили. А Алхимик после этого всего имеет... Три шестьсот золота. Что можно купить? Можно купить. На самом деле... Блинк менять не особо хочется. Поэтому можно купить Аганим. Тимбейту. Дизраптору. Либо же... Аксу на Дизраптору круто смотрится. Дизраптор с Аганимом. Это вообще вещь незаменимая. Да. И вот он Аганим есть. Возможно Дизраптор. Возможно и Думу. Но... Аксу я не Думу. Диракоптору бесполезно. А вот купить Дизраптору, чтобы Юл не костовал никто на себя. То же самое Тимбер. Посмотрим. Где Химик наш? Вот он Химик. Аганим везет. Посмотрим кому повезет. Но это Дум все-таки. Это все-таки Дум. Да. Дум с Аганимом. Как мы помним, что просто... Дум отключает. Пассивные способности. Например, я активармор. Ну и плюс ко всему. Если ты стоишь возле Дума, то... Дум не заканчивается. Дум бесконечный. Врыв. Еее. Шикарно. Атакса. И можно забрать Аршана. Прыграет также Дизраптор. Ставится Статик Шторм. Дум ворует Аегис. Это уже минус на Слардаре. Это, скорее всего, минус на Тимбере. Тимбер без байбэка. Отличная инициация от команды ФТД Клапси. Ну и, возможно, это конец. Летит ракета. В сторону Рубика. Ракету сбить не получается. И... ФТД Клапси, честно говоря, могут уйти заканчивать. У них все есть. Там уже купил Алхимик второй Аганим. Ну, теперь можно Дизраптору его дать. Смело. Учитывая, какие ультимейты он ставит. Там дальше погони. Есть еще и за. Рубиком. Рубик также минус. Рубик также байбэка не имеет. И готов в ТТ Клапси заходить на Тир 3 башню. Good Game. Well Played. Прописывает команда. E-Home Luminous 1-0. И карта получилась очень интересная. С массой крутых моментов. Та игра, которую мы видели утром, она была намного скучнее. Она была в одну сторону. Без битвы. Тут же... Ну, только минут 10 назад стало понятнее, что E-Home Luminous эту карту, скорее всего, проиграют. До этого напряженность была. И E-Home Luminous были шансы выиграть эту карту. Спокойно. Но Химик оказался сильнее. Дума фокусить в Хроносфере оказалась не самым лучшим образом для команды E-Home Luminous, учитывая, что дэмэджа нет. Но я на стадии драфта говорил, что в Хроносферу-то дэмэджа особо и нет. Кроме Тимбера, никто Хроносферу выдать много дэмэджа не может. Фейтболт и Сюрикен это, конечно, замечательно. Но замечательно это, когда идет 10-ая минута. Когда 25-ая минута и когда у соперников по 1500 хп, конечно, это очень мало. И, конечно, под Вайда хочется видеть героев Клинкс, какой-то герой с рейндж-атакой, любой вообще, без разницы. Не знаю, это Рарблэйд, например. Но, конечно же, не Свардар. 1-0, ФТД Клапси вырывается вперед, и мы уйдем на небольшую паузу, после которой вернемся на второй карту в рамках данного матча. Никуда не уходите.